Всем привет, друзья, и сегодня у нас необычный обзор. Это водонепроницаемые наушники для любителей плавания. Ну что, начнём? Пришли мне они вот в таком вот виде. Очень симпатичная коробочка. Здесь мы видим, что у нас 8 гигабайт встроенной памяти. Как заявляет производитель, данные наушники должны проработать 8 часов от батарейки. Естественно, идет инструкция. Половина на китайском, половина на английском. В общем, как всегда, ничего информативного здесь нет. Дальше идет вот такой вот магнитик. Естественно, обычный USB и вот такой вот магнитик. И сами наушники. Сами наушники выглядят немножко необычные, как вы уже понимаете. Они водонепроницаемые, сделаны специально для плавания. То есть, с этой стороны идет вот такая вот штука. Она должна касаться вашей кости, так сказать. Включаются они кнопкой play. Подержали. Вот таким вот образом. Все красиво замигало. С этой стороны у нас еще есть экранчик. Показывает заряд. Здесь вот если видно, да, бегают диоды и здесь бегают диоды. Это значит, у вас включен bluetooth мод. Если два раза нажимаем на play, они вибрируют и, как вы слышите, включается музыка. То есть, они дико вибрируют. Если, смотрите, я приложу к столу, убирают стола. Если, допустим, взять пустую коробку от них, можно сделать вот таким вот образом. Смотрите, слушайте внимательно. Так, это я на паузу нажал. И прям ты чувствуешь в руках бас. Так, ладно. Какие у нас функции? Естественно, play. Это пауза. Play. Два раза нажали, перешли в bluetooth режим. Два раза нажали, перешли обратно, подержали, она выключилась. То же самое у нас с переключением. То есть, если ты просто нажимаешь, переключается звук короткими нажатиями. Если ты держишь, включается следующая мелодия. Вот, наверное, вы слышите, да? Пищит, это значит максимальный звук. Прилипает он только одним вариантом. Вот так вот невозможно его прилепить. То есть, не промажете. Контакт идет только с одного наушника, с другого наушника нет. Что дает этот провод? Вы можете подключить его к компьютеру. И, соответственно, на 8 гигов запилить туда вашей музыки. Либо вы можете включить его в зарядку. Соответственно, здесь будет гореть красным. Как только он зарядится, здесь будет на экранчике 100% все потухнет и будет гореть только циферка 100%. Очень удобно. Никаких наворотов, естественно, микрофонов здесь никаких нету, потому что, ну, они подводные, мягко говоря. Что вам нужно для того, чтобы их использовать? Любые очки. Не обращайте внимания, они у меня малекорваные. Для того, чтобы их, естественно, прилепить, нужно сделать вот таким образом. С одной стороны вставляется. Крепятся они надежно, то есть абсолютно спокойно их можно потом сложить и убрать в чехол для ваших очков. И я думаю, что они влезут и проблем каких-то не будет. В общем, если вы плаваете в бассейне, это достаточно удобно. Давайте перейдем к тестированию. Давайте сейчас я постараюсь, не погружаясь полностью в воду, объяснить вам свои впечатления от звука данных наушников. Поверьте, это что-то очень и очень странно. Итак, здесь встроенная память, записана музыка, записана музыка с ютуба. Так что я нажимаю на play, начинает играть музыка. Причем сейчас, вот сейчас, я ее слышу вообще отлично. Странное такое ощущение, что вроде как она играет в комнате. То есть даже есть басы, ты ощущаешь, что что-то вот... Я не могу сказать, что прям долбит по ушам, но басы ощущаются. Как только я погружаю вот сейчас уши под воду, у меня начинает зашкаливать бас. Причем очень сильно. Как только я затыкаю уши, музыка становится опять нормальной. То есть вот практически так же, как я ее слышал, когда я был снаружи. То есть вот таким образом плавать можно офигительно. Я вроде как что-то слышу вокруг, я не слышу воду, но и не портит музыку. То есть, естественно, она немножко вроде как из трубы, но когда я вытаскиваю пальцы, то есть убирая эти беруши, допустим, да, она начинает просто дико зашкаливать бас. Самое, что интересно, кнопки работают отлично, каких-то проблем абсолютно не возникает. Как вы видите, экран горит, все кнопки, что я только с ними не делал, они работают отлично. В плане того, что у вас попадет в них вода, вы можете вообще не сомневаться. В них нет ни динамиков, в них нет ни контактов никаких. Заряжаются они с помощью магнита, также передают все мелодии, вся музыка переходит тоже с помощью магнита, поэтому каких-то проблем в этом плане у вас не возникнет. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Я вот сейчас их тестирую, уже, наверное, второй день. Впечатление, наверное, только положительное. Естественно, шикарного звука вы точно не добьетесь, имейте это в виду, но это, по крайней мере, какой-то выход. В тех наушниках, у которых стоит место сеточки мембрана, вот здесь вот, да, то есть вы вставляете его в ухо, и если вдруг вам что-то нужно почесать, у вас, я не знаю, выпал наушник, либо вы прыгнули в воду, у вас попадает вода между мембраной и вот самой вот этой резиновой затычкой, то у вас получается звук, то есть ужасно, то есть он начинает захлебываться, и не просушив наушник, это практически сделать невозможно. У меня были соневские наушники, да, если ты в них аккуратно их вставил и начинаешь медленно плавать, никаких проблем нет, но если ты начинаешь что-то делать, там нырять, двигаться, снимать, одевать, то вода все равно непременно туда попадет, и вот это, наверное, минус обычных наушников по сравнению вот с этими. К сожалению, использовать их без очков нельзя, но есть такие же варианты для бега, еще для чего-то, в общем, огромное количество таких наушников. По громкости, по громкости я не могу сказать, что они очень громкие, но слышно достаточно прилично. В общем, друзья, под вашу любимую музыку поплавать в бассейне, я думаю, что будет самое оно, тем более цена на данные наушники сейчас 1800 рублей, ссылку я брошу внизу, я думаю, что это не такие большие деньги, тем более бывают дни, когда есть распродажа в Алиэкспрессе, так что я думаю, за полторы тысячи их вполне реально купить. Смотрите у других продавцов, возможно, найдете что-то похожее, может быть подешевле, если вам нравится данный обзор, обязательно пишите, у меня должны прийти еще одни наушники, тоже с костной вот этой передачей, обязательно протестирую, расскажу вам, как они, что они и куда их нужно. Друзья, надеюсь, данный обзор был для вас полезен, не забываем подписываться на мой телеграмм, инстаграмм и обязательно оставляйте свои комментарии, это очень и очень помогает каналу. Спасибо, что смотрели данное видео, с вами был Макс и это канал «Шестеренка».